Здравствуйте! Про здоровье сегодня поговорим с Евгением Ланкиным, заведующим инфекционным центром филиала номер 3 3 Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Здравствуйте! Здравствуйте! И Олегом Кисляковым, заведующим инфекционным отделением. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашей студии. Инфекционные заболевания никуда не исчезли, борьба продолжается. Давайте поговорим вот в целом, как сегодня обстоит дело в округе. На данный момент ковид никуда не исчез, является пока основным инфекционным заболеванием, который выявляется у пациентов. Но также постепенно поднимают голову и возвращаются инфекционные заболевания, которые мы встречались раньше, до пандемии. Но все-таки волна ковида, она уменьшилась? Волна ковида постепенно стихает. Он уходит все меньше и меньше, выявляем пациентов. Все случаи постепенно становятся все более легче, которые к нам поступают. Но, скажем так, полностью ковид еще от нас не ушел. Ну и все остальные инфекционные заболевания, конечно же, не дремлют. И, в общем-то, не особо-то они и спали все эти два года, да, Олег Александрович? Конечно. Инфекционные заболевания, они имеют свой характер. У каждой инфекции он свой. И не всегда инфекционная патология может быть вместе. Когда одна патология повышается, количество больных увеличивается. Другая патология немножко снижается, потому что два вируса в одном организме практически никогда вместе ужиться не могут. Для того, чтобы сказать о том, что ковид кончился, к сожалению, сейчас пока оснований нет. Он не кончился, он есть. Количество тяжелых случаев уменьшилось, но они тоже иногда встречаются. Ну и, безусловно, вот вы как считаете, как врачи-инфекционисты, в этом основную роль играет вакцинация? Конечно, безусловно. Любое повышение иммунопрофилактики для большой группы лиц является самым важным для снижения вирусных инфекций. Могу привести в пример натуральную оспу, когда Всемирная организация здравоохранения решила, что натуральная оспа слишком дорого обходится планете и просто в течение длительного времени прививала каждого жителя планеты и вирус исчез. Это единственный способ полностью победить вирус. То есть, в принципе, у нас есть все перспективы для того, чтобы говорить, что через несколько лет, возможно, мы полностью от ковида избавимся. Не могу сказать об этом то, что сколько на это потребуется времени, потому что для того, чтобы иммунитет был стойким, его необходимо поддерживать. Поддержка этого иммунитета может производиться как медикаментозным введением вакцинации, так и когда человек встречается с данным видом патологии. А поскольку не всегда в нашей стране, в нашем городе люди делают данный вид манипуляции регулярно, к сожалению, прослойка неиммунных людей иногда превышает пороговое значение и вирусные частицы начинают опять повторно развиваться. В нашей программе про здоровье мы всегда призываем всех наших телезрителей внимательно относиться к своему здоровью и, безусловно, следовать рекомендациям врачей. Конечно, спасибо. И, конечно же, не забывать о мерах профилактики, которые всем известны. Евгений Сергеевич, в первую волну ковида на территории госпиталя был развернут ковидный центр. Как он работает сейчас? Да, центр мы построили два года назад, когда только пришла пандемия. На данный момент центр пролечил более 5000 человек с патологией коронавирусной инфекции. Постепенно центр начинает принимать пациентов не только коронавирусной инфекцией, половину центра принимает пациентов с коронавирусной инфекцией, другая половина работает с обычной инфекционной патологией. В основном это респираторная патология, да, идиотеки и кишечные инфекции, которые сейчас поступают. Которые, как всегда, были в основной группе, в основной массе заболеваний. Мы все прекрасно помним, что на тот момент, два года назад, ковидный центр был оборудован по последнему слову техники. На сегодняшний день, чем вы гордитесь больше всего и какие медицинские условия готовы предложить для жителей округа в рамках ОМС? Безусловно. Центр изначально строился, да, более был заточен, да, для пациентов новой коронавирусной инфекцией. Но его оборудовали всем современным оборудованием. Это и компьютерный томограф, УЗИ-аппаратура, которая позволяет выполнять все виды ультразвуковых исследований. Это всевозможные оболнения гастроскопий, колоноскопий в этом центре, что позволит врачу очень быстро решить и поставить диагноз. Центр готов предложить услуги, да, пациентам, которые заболели инфекционными заболеваниями. Центр будет принимать пациентов. То есть в рамках ОМС жители округа могут воспользоваться, да? Этот вопрос на данный момент прорабатывается, да, для того, чтобы была возможность гастролизировать пациентов по системе ОМС. Также у нас в округе в большом количестве все-таки проживает пенсионеров Министерства обороны, для которых двери всегда открыты. Ну, не только пенсионеры, да, Министерства обороны, но и члены их семей. То есть контингент достаточно большой. И, безусловно, все теми ресурсами, которые обладает на сегодняшний день госпиталь, они пользуются 24 на 7. Да. Правильно? Иногда даже больше. Иногда даже больше. Олег Александрович, насколько в вашей работе вот помогло открытие и появление инфекционного центра на территории госпиталя? Это колоссальная помощь, которая, во-первых, обусловлена его специфичностью, потому что, поскольку новая коронавирусная инфекция была недостаточно изучена и продолжает изучаться до сих пор, поэтому для того, чтобы с ней работать, были необходимы выраженные массивные санитарно-противоэпидемиологические меры. Поэтому каждый бокс у нас изолирован, каждый бокс позволяет заниматься отдельной инфекцией. А для коронавирусной инфекции это наиболее актуально. Это и высокая степень заразности, это и способность вызывать осложнения при других патологиях, при которых, соответственно, люди могли госпитализироваться в другие отделения. А изоляция их на нашей базе, на базе нашего многофункционального центра позволяет обезопасить не только персонал, поскольку центр оборудован всеми необходимыми для этого средствами, но и других патильных. Другие пациенты не подвергаются риску заражения, и это обусловлено именно оборудованием нашего центра. Мы много сегодня говорим об оборудовании инфекционного центра госпиталя Вишневского, но я считаю, что, конечно же, машины – это половина успеха, но все-таки первенство за людьми, за коллективом. Расскажите о тех людях, которые ежедневно помогают выздороветь сотню пациентов. В тот момент, когда центр был построен, штат был достаточно небольшой, не было такого количества врачей-инфекционистов, приходилось, например, работать с колес. Да, мы активно набирали персонал, родных специалистов, врачей инфекционного профиля, средних медицинских работников. На данный момент центр почти полностью комплектован высококлассными специалистами. Центр оправдал себя, доказал свою работоспособность. Наши специалисты спасли огромное количество жизней. Я хотел добавить некоторую информацию о нашем коллективе. Во многих больницах города, Москвы, области и вообще других медицинских организациях нашей страны лечением коронавирусной инфекции в большинстве случаев занимались специалисты различного профиля. Это и врачи-хирурги, это и врачи-терапевты, это и врачи других специальностей, которые закончили короткие курсы, позволяющие правильно оказывать помощь больным с новой коронавирусной инфекцией. Особенностью нашего центра, особенностью нашего отделения является то, что основная масса специалистов, которые здесь работают, были изначально подготовлены как врачи-инфекционисты, которые занимаются не только лечением коронавирусной инфекции в течение того, как она появилась с момента начала пандемии, но и множеством других специфических инфекционных заболеваний, которые были ранее, есть сейчас и будут после. Наш коллектив, он растущий, как Евгений Сергеевич сказал. Мы развиваемся, мы открываем новое подразделение. Всегда будем рады новым специалистам, всегда готовы ответить им на вопросы, всегда готовы помочь. И те, кто захотят к нам присоединиться, как основного врачебного, так и основного среднего медицинского профиля. Всем будем рады нашему дружному коллективу. Все врачи, медицинские сестры, те, кто к нам прибыли за два года, ни один человек за это время у нас не уволился. Это говорит о том, что коллектив у вас действительно очень хороший и очень дружный. Коллектив полностью сплотился. Он на практике отказал свою работоспособность. Но хотелось бы сказать о том, что центр продолжает развиваться, центр пытается наращивать свои объемы, в том числе увеличение коечной мощности. Поэтому нам всегда будут нужны специалисты, даже и врачебный профиль, даже и средний медперсонал. Какие цели сегодня перед вами ставит руководство госпиталя? Вот вы уже сказали и затронули вопрос увеличения коечного фонда. Одна из основных, увеличить количество коек в центре с точки зрения возможности принятия большего количества пациентов, и возможности большего количества пациентов оказывать медицинскую помощь. Это первое. Второе, бесспорно, увеличить всех обратившихся в госпиталь пациентов с нашим патологией. Олег Александрович, я думаю, что пришло время поговорить о мерах профилактики. Весна, время роста инфекционных заболеваний, меняется погода. Не всегда мы угадываем, в чем выйти правильно из дома, чтобы не простудиться. Вот что бы вы посоветовали? Ну, я как врач, в первую очередь должен порекомендовать всем соблюдать здоровый образ жизни, потому что без здорового образа жизни очень тяжело поддерживать собственное здоровье. Но как врач-инфекционист могу сказать, что все же основой для того, чтобы снизить собственные риски для заболевания новой коронавирусной инфекцией, это, конечно же, профилактика вакцина-профилактика, причем только теми вакцинами, которые доказали свою эффективность. Сейчас, конечно, идет развитие других вариантов вакцинации. Сейчас и для детей, и для беременных уже появились новые формы, не только инъекционные. Следующее, что медикаментозную профилактику, которую люди иногда любят для себя применять, к сожалению, порекомендовать я не могу, потому что медицина все же должна оставаться за врачами, те, которые имеют право и имеют знание ее использовать. Ну и, конечно, стараться соблюдать все-таки погодный режим, потому что если кто-то в нашу меняющуюся погоду выйдет не совсем в той одежде, могут возникнуть некоторые конфузы. Ну, главное, наверное, не переживать и вовремя обращаться за помощью к специалистам. Это самое важное. Евгений Сергеевич, что бы Вы порекомендовали? Я бы порекомендовал, соглашусь с Олегом Александровичем, бесспорно, это вести здоровый образ жизни, для того, чтобы поддерживать свой организм и иммунитет в целом. Да, также бы порекомендовал нашим, скажем так, жителям нашего округа, бесспорно порекомендовал продолжить переваться от коронавирусной инфекции, потому что вирус еще не подальше ушел. Да, также мы не знаем, будет ли еще какая-либо волна в дальнейшем, поэтому, бесспорно, нужно продолжить вакцинацию. Да, всем. Так же, как мы вакцинировались раз в полгода, да, стараться приходить и вакцинироваться. По моей информации, то бишь, да, вакцины сейчас на данный момент находятся в поликлиниках в достаточном количестве. В каком режиме на сегодняшний день работает инфекционный центр? Центр принимает пациентов, да, как я сказал уже, и с коронавирусной инфекцией, да, и отдельно принимаем пациентов с обычной инфекционной патологией, с которой встречались ранее. Вот, в основном, пациенты, да, у нас идут имеющие льготное отношение к нашему госпиталю, вот, но и также мы продолжили принимать пациентов по системе ОМС, да, с коронавирусной инфекцией, и пытаемся, да, сейчас прорабатываем возможность для оказания медицинской помощи по другим, по системе ОМС и с другими инфекционными заболеваниями. Спасибо вам, что сегодня были с нами, спасибо за интересную беседу. Спасибо вам большое, нам тоже было очень приятно с вами пообщаться, и надеемся, что наша информация оказала помощь людям. Берегите себя и свое здоровье. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok